И помним про то, что мы сейчас замешиваем и можем думать о чем-нибудь конкретном, например, что-то вы хотите, чтобы у вас в жизни получилось, вы сейчас можете, допустим, мысли формы представить, как у вас это получилось. Ну, обязательно должно быть хорошее и обязательно доброе. Если у вас на кухне есть телевизор, то лучше при замешивании хлеба его вообще не включать. Будьте сосредоточены на том, что вы думаете, когда мешаете, либо вообще можете ничего не думать. Но если вы в плохом настроении, то лучше не беритесь замешивать хлебушек, подождите, когда у вас хотя бы спокойствие придет к вам. Итак, сейчас, когда мы уже все перемешали, есть у нас форма, смазанная массой. Сюда мы будем перекладывать наше тесто, которое мы завели. Пусть вас не смущает, если, например, тесто оказалось мало. Не нужно, чтобы оно было прямо к краю, потому что оно уже поднимется. И если у вас слишком маленький, допустим, лист, то оно может выбежите. Ну, рассчитывайте так, что лучше пусть будет побольше места. Руки у меня чистые, так что все в порядке. И теперь ставим наше тесто в духовку. Минимум 3 часа оно там должно стоять. Сейчас я залью водой, потому что... Ладно, чтобы залью водой. Не скажу. Ну, не надо. Сначала скажу, потом залью водой. Потому что тесто за 3 часа будет подниматься. Вы его периодически подходите, смотрите, ну, так, не открывая дверь. Чисто через стеколку, чтобы оно не упало. И больше 10-12 часов его там лучше не оставлять. При сильно жаркой погоде оно может очень быстро подняться. И также при сильно холодной какой-то погоде он будет подниматься медленно. Когда оно поднимется, и я буду его запекать, я уже сниму вторую часть ролика и расскажу вам, что делать дальше. Спасибо за просмотр! Спасибо!